Здравствуйте все любители гитары! Я Николай Руденко. Я уже 20 лет занимаюсь изготовлением гитар и мне есть что вам рассказать. Сегодня будем обсуждать шейку грифа гитары, акустической или классической гитары, так как шейки у них подобны и разницы большой нет. Обсуждать шейку будем опять в контексте, как собственно должна выглядеть заготовки для изготовления этой шейки. И переходим к нашей статье. Мы уже в первом видео обсуждали ее интерфейс. Вот это карта гитары. Каждое название это ссылка, по которой можно кликнуть и попасть на описание этой детали, если вам потом это понадобится в дальнейшем. То есть очень быстрый интерфейс. И вот сегодня у нас шейка. Это вот эта часть, которая собственно говоря идет от верхнего порожка условно. И вот может... Мы будем считать... Она как-то так визуально где-то вот здесь вот заканчивается как-то. Но на самом деле она продлевается в глубину корпуса и уходит в глубину корпуса. В зависимости от того, какая у вас сборка, испанская или европейская, то это может быть либо вот как на картинке вот здесь вот... А, ну вот как раз на картинке испанской гитары. То есть вот если вот это вот... Будем считать, что это... Нет здесь никакого... Это продолжение грифа, то вот... Это получается продолжение, собственно говоря, шейки. Единая доска вот отсюда. И вот она уходит сюда. И склейка вот здесь вот. То есть вот этот кусок мы должны изготовить. И какие для этого нужны заготовки. Ну а в европейской сборке вот эта часть закончится тем, что здесь вот будет ласточкин хвост. То есть продолжаться будет сюда и вот здесь вот ласточкин хвост. То есть заготовка на испанскую гитару и на европейскую будут отличаться по длине. Но это мы немножко позже обсудим, когда конкретно затронем длину. Так, и вот кликаем по шейке и вот наша заготовка. Вот мы уже обсуждали, что заготовка на... На гриф гитары фактически это и есть... Вот он так и пишется neck. Вот neck. На английском neck. Это шейка. Но это шейка плюс головка. Мы уже обсуждали это. Когда обсуждали... Вот. Головку гитары. И вот, значит, вот заготовка, как она выглядит. Это такая вот доска. У нее длина 650. Ширина 85. И вот толщина где-то там 20. 22 лучше, конечно, миллиметра. Предполагается, что она будет распиливаться вот таким образом, как здесь на картинке. И вот эта часть пойдет на шейку. Первый вопрос. Какой длины должна быть эта заготовка? Значит, длина заготовки складывается из, собственно говоря, формы вашего... Или это конструкции вашего грифа. Не хочу раздаваться в подробности. Там шейка верхняя, там, как говорится, нижняя. То есть, где идет склейка непосредственно шейки и головки. То есть, если она идет в теле... В теле шейки, как это на старых советских гитарах, либо на некоторых даже акустических гитарах, по-моему, даже электро, да, по-моему, гитарах, то, естественно, что длина шейки может быть короче. Но вот мы будем рассматривать классический вариант. Классический-классический вариант. То есть, в классической гитаре. И у нас склейка будет идти вот тут. Вот здесь. То есть, соответственно, шейка... То есть, соответственно, это, скажем так, шейка залазит в зону головки. Вот здесь вот она идет, склеечка. Вот. И вот по вашей... По вашему чертежу вы должны вот эту вот длину, которая отсюда до нулевого... До нулевого лада начать с этой длины. Потом прибавить к этой длине длину гитары от этого места, соответственно, до двенадцатого лада. То есть, это то место, где ваш шейка будет соприкасаться с корпусом гитары. И теперь от двенадцатого лада в глубину. То есть, для европейской сборки это вот длина вашего шипа. Ласточкин хвост для испанской сборки это длина или глубина, в данном случае, как правильно сказать термин, глубина как бы грифа клетца, да, в испанской сборке. Не буду говорить каких-то конкретных чисел, потому что в этом нет никакого особого смысла. То есть, ну вот там в моем случае, там вот это расстояние, это где-то там семь сантиметров, там шестьдесят восемь миллиметров, там вот такое вот. Для того, чтобы получить этот угол, я просто высчитываю размеры и примерно прикидываю, как оно там будет, и получаю там свой этот угол. Пятнадцать, семнадцать градусов, там в зависимости от времени, это называется. Я делаю по-разному. Сейчас пятнадцать градусов. То есть, значит, где-то здесь семь сантиметров, потом мизура, шестьсот пятьдесят, получается триста двадцать пять, да, и моя, мой шип под ласточку. Иногда я там делаю пятнадцать, двенадцать сейчас делаю. То есть, вот моя, это, так скажем так, чистый размер, то есть размер, из которого, который у меня должен выйти в конце концов. Ну, естественно, что надо оставлять какие-то поля себе на работу. То есть, на отпиливание, на просто какие-то ошибки, на какие-то сдвиги, на какие-то непонятки там с нулевым ладом. Туда-сюда как-то двигается, приклеили головку, она как-то там сместилась, здесь какое-то поле. Конечно, нужно учитывать запасы по длине. То есть, как там приклеится у вас головка, будет какое-то смещение, или вы захотите специально выйти там на несколько миллиметров в сторону, чтобы не идти прям там 0,0, плюс там 3 миллиметра здесь. Потом, что будет с нулевым ладом? Где он там у вас будет? Здесь, здесь. В принципе, это такой момент, который может плавать. Вот. В зависимости от изготовления еще, как оно там попало, вы здесь вот потом клеите накладку. Вот эта накладка тоже может здесь, туда-сюда немножко плавать, на 2-3 миллиметра. В зависимости от вашей схемы сборки. Ну и, соответственно, с этим вот этот вот размер тоже может несколько вот, как-то вот туда-сюда ходить. Ну и сама, вот это вот, сам вот этот узел. То есть, в испанской сборке вот этот пропил, плюс это, как оно здесь выйдет по кругу. Ну, в принципе, там, конечно, не важно. То есть, в том плане, что, в смысле, сколько зайдет сюда в гриф, столько как бы и зайдет. Ну, плюс-минус, понятно, дело каких-то пары, ну, в пределах пары миллиметров, естественно, там будет. То есть, вот я имею в виду, что вот от этой рипы до вот этого, до начала клетца, вот этого, не так уж важно, какой вот этот размер. То есть, что, что, столько или на 2 миллиметра, там, больше, или на 2 миллиметра меньше. Вот. Значит, это что касается длины. Вот. Теперь, как, какие бывают варианты для того, чтобы это вырезать из заготовки. То есть, понятное дело, что в этой заготовке, которая, если вы купите стандартную заготовку в онлайн-магазине, то она будет вот такая. И вам никаких вариантов особых не будет. То есть, вы будете делать шейку из, вот из этой вот, собственно говоря, вот из этого массива. Вот. Слои, как в торце идут. Вот. Слои хорошие. Радиальная палочка, это конкретно в этом случае. И, значит, у нас есть вариант делать ее цельной. То есть, она будет цельной. Либо составная. То есть, она делается из, собственно говоря, из трех частей. То есть, вот одна часть, вторая часть и вставка посредине. Ну, может быть, вариант, когда вы изготавливаете шейку грифа. Гитары из какого-то большого, большой заготовки. Из стандартной, из стандартной заготовки. Это где-то двухметровая доска, там, пятидесятка или там, сорок пять примерно ширина, толщина ее. То есть, это, грубо говоря, вот если вот смотреть такие вот размеры, как, не такие размеры, такая форма примерно, как эта, но вот этот вот размер у нее от 11 до, там, до 20, до 20 сантиметров. Вот этот вот размер, это там, где-то 45-50. Вот. И длина, там, до 2 метра, там, 2 метра, там, до 2 с лишним, 2,30, по-моему, я там попадался. То есть, это 2 метра. То есть, это такая досчина такая огромная. Вот. И, собственно говоря, как тут пилить? И вот тут возникает несколько, как скажем, несколько вариантов. То есть, вам не надо пилить, выпиливать сначала вот такие заготовки, а потом из них уже делать гриф. Вы можете пилить уже в соответствии с той доской, какой вам попалось. То есть, во-первых, вот эти слои в заготовке, вот здесь в торце, не всегда идут вот так вот радиально. То есть, очень часто они идут под каким-то все-таки наклоном вот таким вот. Вам нужно выбрать доску, у которой вот этот вот наклон не такой, чтобы не было вот такого вот, чтобы они не лежали вот здесь вот. Хотя из такой доски тоже можно сделать грифы, если она такая толстая. Вот. Сейчас я это обсужу немножечко позже. А вот, если у вас слои идут вот так вот под некоторым углом, вот, они, кстати, могут меняться. То есть, здесь идет, 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 а потом они так вот ложатся, ложатся, и все шире, 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 шире становятся. Здесь вот вот так заходит. И, значит, где у нас самый лучший материал, соответственно, на шейку. То есть, там, где у нас мелкослойно, вот, предположим, с этого края будет идти. Вот, я вот это даже давайте нарисую, чтобы было типа вроде как понятно. Два пиксела. Вот. Вот у нас здесь вот идут слои вот так вот. Да? Вот они и так идут. и начинают вот так ложиться. это я так слишком, конечно, взяток. Вот так как-то уходит. Вот это хорошая доска. То есть, если так будет, это хорошая доска, значит, как вам, значит, выпиливать? Ну, во-первых, у вас вот это вот, вот этот размерчик, вот этот размерчик, это у нас там где-то не менее сорока, то есть, ну, там где-нибудь сорок пять, вот тоже. вот. И, соответственно, что у нас появляется, какая возможность? Если мы распилим вот так пополам, то у нас вполне себе будет вот из этой части вполне себе нормально заготовка. Вот. То есть, туда вот уйдет, это туда уйдет, это вот, я вот зря нарисовал, ну ладно. Вот. И теперь, значит, что касается, вот, как выпиливать их. То есть, вы можете, как бы, вот, если исходить из концепции вот этой заготовки, то вы можете выпиливать, как будто бы, вот, вот раз палку, да, потом получается, вот, вот, вторую палку рядом выпиливать, да, вторую половинку шейки, и их склеивать вместе, перевернув одну из них. Вот. Но, на самом деле, у нас открывается здесь возможность состыковывать еще двумя вариантами. То есть, первый вариант, это мы вырезаем вот эту палочку, вот так вот, а потом вырезаем палочку за ней. то есть, это здесь одна палка вырезается, потом она делится. И вот вторая. То есть, они будут практически идентичны, абсолютно, потому что они будут идти вот в одном вот этом вот, скажем так, текстурном, да, паттерне этом. Вот. Поэтому, вот эти две палки, вот это вот, и вот это будет абсолютно по текстуре идентичны. И второй вариант, мы пилим вот эту палочку, и вот эту палочку, вот их состыковываем. То есть, так как они тоже, здесь вот идут, так, в принципе, в одном текстурном, просто со сдвигом небольшим, так скажем, рисунке, да, то вот эти палочки тоже будут, в общем-то, абсолютно идентичны. Но чем эти два варианта, они даже лучше, чем вариант номер, как бы один стандартный, вот если из этой с концепции по ширине выходить, так как в зависимости от палки еще, вот, здесь вообще нет никакого перепада, изменения текстуры. А вот здесь вот он может быть. Вот, здесь вот, кстати, слои могут начать быть шире, здесь миленько, миленько, а здесь шире. То есть, будет некоторая разница в текстуре. Это, конечно, нюансы, которые, как бы, в общем-то, наверное, по большому счету, это и не имеет большого значения. То есть, если вы сделаете так или этак, оно все будет хорошо. Но вот это будет идеальнее, скажем так, если вы гоняетесь за идеалом. В контексте распила, конечно, нужно было сначала упомнить о ширине. То есть, немножечко вернемся как бы назад и вспомним про размеры. То есть, я вот уже как-то сказал про длину, а теперь про ширину. То есть, значит, ширина. ширина у нас может быть несколько разной, в зависимости от того, какая у вас конструкция, да, всего этого, вашего головки и шейки. И, собственно, как вы собрались делать. То есть, если вы собрались делать цельную шейку, в которую потом вы будете вшивать там анкер или вставку, но она у вас сама будет цельная, то есть, соответственно, это одна заготовка. Вот. В общем, и если вы будете составлять вот такой пакет, вот этот вот пакет, то есть, вот две половинки и вставка, там, предположим, черного дерева в середину, то этот пакет, соответственно, на вот эти вот половинки, соответственно, другие размеры. И вот, вот этому, кстати, можете играться в зависимости от того, какие вам палки достались, какие дефекты у них, какие, какой материал. В общем, это вот открывает некоторый такой момент для творчества, как это все распиливать. На самом деле, достаточно интересно, как это все распилить. Вот. Значит, вот две половинки, вот это как раз черное дерево, оно пилится на три части и вставляет сюда в середину вставка. Я делаю вставку до 9 миллиметров, мне кажется, что больше 9 миллиметров она становится слишком толстой. И меньше 6 миллиметров я не делаю, потому что она, мне кажется, слишком тонкая тогда. И вот эта вставка до 9, 8, предположим, миллиметров, это, значит, первый вклад в ширину вашего пакета для шейки. то есть 8 плюс вот эти ширины, раз, плюс 2, в моем случае это где-то там 33, 35, так, но откуда еще берется этот размер? То есть, есть как бы момент, который, скажем так, чистый размер, то есть, тот размер, в который вам нужно попасть. И вот теперь давайте мы обсудим, какой это размер. Это размер вот этот вот. То есть, это самое широкое место заготовки под шейку гитары. Будь то цельная она, как в данном случае, либо она составная, пакет должен выйти на эту ширину. То есть, ширина там, где ваша шейка максимально зайдет в головку. В классическом варианте это где-то середина, вот как раз-таки середина, так как у нас здесь вот самое широкое место здесь, вот головки. Вот здесь вот получается шейка дойдет до суда, вот где-то примерно здесь вот самое, ну здесь вот, здесь где-то самое широкое место. Если у вас головка вот такой формы, то есть, самое широкое место здесь, соответственно, это место определяет самое широкое место. То есть, на вот это место, на вот это вы должны выйти. Это чистый размер. Чистый размер плюс поход, плюс запас, чтобы вы там могли крутить, вертеть, то есть, головку как-то. Но если, конечно, у вас четко определена у шейки центральная линия, то есть у вас есть вставка, то у вас уже определена центральная линия шейки. То есть вы там особо крутить уже не сможете. Вам надо будет крутиться вокруг центра, чтобы осевую не упустить. Это, конечно, можно сделать, то есть упустить осевую, но это как-то некрасиво, если осевая куда-то сильно захошена. Так, это значит, мы определились с шириной, и она примерно где-то 75 мм. 75 мм примерно ширина шейки. И у вас есть возможность еще, если вдруг у вас с заготовками какие-то недостатки, уменьшать эту ширину к 12 ладу. То есть там 65, да, это даже почти грязно, чисто вот огрязноватый размер. То есть 65 заготовка, вы можете вот с этим размером уже приклеиваться к корпусу. То есть я вот так приклеиваю примерно шейку, оставляю 65, где-то так она где-то будет, потом 63, да, где-то в чистом. 63-64 в зависимости от того, как вам гитара получается. Ну, кто-то 62 даже делает, но это что касается классических гитар. А если у вас акустическая гитара, так того меньше. Ну, в акустической гитарах, конечно, применяется анкер в основном, поэтому надо из этого исходить, что шейка грифа – это цельный кусок. Сейчас там без всяких там нет никакой необходимости делать, в общем-то, до до вставки, потому что анкер полностью решает все вопросы по прочности шейки. И третий размер – это толщина у заготовки. Это вот этот вот размер, вот этот вот размер, это где-то 20 миллиметров. Вот откуда он берется, как он определяется. Этот размер у готового грифа как бы изменяется. Значит, одно дело, и когда мы находимся, вот будем называть так, самое толстое место шейки – это перед пяткой. Прямо перед пяткой это где-то там в районе 18 миллиметров. В чистом, в чистом, такая вот эмка кривая получилась, да? Вот. Значит, 18 миллиметров, ну, это у меня. Я точно не могу вам сказать, как будет у вас. То есть, естественно, что вы должны из конечного варианта, который вы хотите получить, вашего грифа, вычесть толщину накладки, и у вас получится чистый размер шейки с накидкой, да, какого-то запаса. Сейчас еще мы этот обсудим, этот запас несколько важен для изготовления. Значит, я сам себе напомню. То есть, мы вычитаем накладку, если, одно дело, если вы хотите сделать там по-испански, о некоторых испанских чертежах 26, толщина 25, толщина в этом месте, ну, у меня 23, 23, 23, то 25, если вы хотите сделать, тогда у вас один размер. Например, если у вас там, ну, если вы там хотите потоньше сделать, тогда, значит, делайте потоньше. Ну, тогда у вас будет возможность делать, пилить заготовки тоньше. Вот. И другой размер у шейки грифа, самый тонкий размер, это в районе первого лада. То есть, это в районе, если по-испански, то там, значит, 22, 20, может быть, 22. То есть, вы опять оттуда вычитаете толщину накладки. Не забудьте, что если она у вас клинообразная, то у вас там какая-то другая толщина, может быть, чем в районе 10-го лада. Вот. Поэтому, значит, вы читаете и получаете толщину там. Ну, вот. Но есть, опять, опять есть некоторые нюансы, чтобы я вас полностью сейчас запутаю. Но на этапе заготовок, когда мы пилим заготовку на шейку и вот, как бы, смотрим на вот этот размер, особой разницы, что у нас в самом тонком месте нет, потому что мы пилим по самому толстому. И вот самый толстый размер, вот в моем случае, это вот 18 мм. То есть, ниже 18 мм мне спускаться никак нельзя. То есть, если я спущусь ниже 18 мм, у меня под пяткой не будет толщины. В вашем варианте это может быть другой размер. И вот теперь, несколько опять возвращаясь к, как бы, как второму, к началу, ко второму, так скажем так, вопросу, который я затронул, как распиливать эту заготовку, если она, если она толстая, если это большой дощара, если это дощара, тогда у нас вот этот вот размер, вот этот вот размер у нас такой, там 45, да, там 42, там что-то такое было иногда, что, если мы пилим пополам его, тогда мы получаем, тогда мы получаем две заготовки по толщине как раз. То есть, мы не сможем здесь никак воткнуть ширину. Вот, 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 сейчас, вот, вы не видите, сейчас. То есть, вы не сможете воткнуть вот этот размер сюда. Удобно, да, слимнуть? То есть, вот, вот этот размер вы не сможете, но вот этот вот размер, который у нас, как мы определились, у меня 18. То есть, соответственно, значит, еще раз мне придется нарисовать. Вот это у нас 40 с копеечкой, то есть будет 5, удобно так попало, да? То есть, соответственно, это половинка от этого размера. А вот у меня еще мерцает этот карандаш, и это просто вообще красота просто. Вот. То есть, вот это мы выходим на толщину, то есть не менее 18, то есть, ну, пусть это будет там 20, да? 1, там, предположим. 20, вот удобно 21-22, чтобы это было. Сейчас я скажу, почему. 21-22. Вот. Ну, 21 прекрасно тоже. 21. А вот этот вот размер, соответственно, получается, как у вас, как у вас получается с вашей, вот в этой вот, в вашем пакете. То есть, если у вас цельный, то есть, соответственно, у вас этот размер, там, это 75, да? Там какая, сколько у вас там ширина, вот в этом самом широком месте. Ну, а если у вас это две половинки, как у меня, то это вот тут получается, там, 30, там, 32, да? 32. Ну, я вам скажу еще, скажу еще, что если у вас есть толщина вот этой заготовки, то ты не мудрите сильно прямо 1,1 к размеру. Потому что, чтобы потом вот эта экономия вам не вышла боком. Напилить и напилить, а потом раз где-то и не хватит. То есть, если в заготовке хватает места, то не надо там вот прямо щемиться, так вот, как хочется, вот так иногда, вот прямо вот делаю так, пройдусь прямо вот там, в тютельку, в тютельку, в миллиметр, в миллиметр пройдусь. Да вот, если есть запас у вас заготовки, спокойно его делите просто на заготовки, и будет у вас тут 35, и отлично. Просто. Даже иногда я так специально и делал, чтобы вот эти обрезки, которые потом обрезаются у шейки, это были полноценные палки, из которых потом можно будет сделать там контрабечайки. То есть, если мы будем идти миллиметр в миллиметр, вот эти обрезки, это будет какая-то бестолковая такая доска, которую можно просто срубанивать, буквально не спиливать, совсем чуть-чуть, там 3 мм типа каких-то. Но если мы здесь не будем сильно мудрить, то есть получается, например, у нас что, в доске у нас тут получается, например, 4 такие штуки. Вот. Чтобы не осталось какого-то бестолкового кусочка. То есть делаем 4 их всех и потом уже там вот эти куски, которые отпилятся, мы из них сделаем контробещатель. Ну, вот так вот. Так я делаю. Так. И вот значит, возвращаясь опять к заготовкам для шейки, вот у нас значит, одна заготовка, вот может быть вторая. И вы можете их стыковать по-разному. То есть я уже обсудил этот момент. То есть можно вот это раз-два, а можно вот эту раз-два или вот это раз-два. В зависимости от того, какую схему вы выберете. Оставляю полностью на вас это. Как вы будете это все стыковать. Творчество, так скажем, пазл сборки. Очень интересный. Даже захватывающий момент. Так. Теперь, почему вернусь к толщине вот этой? Почему не надо мельчить? Вот этот мельчить. Для того, чтобы изготовить вот этот пакет. То есть вот этот пакет у нас какую мы лучше сразу загадывать толщину. Вот я вам предлагаю не мельчить. То есть так как у нас здесь все-таки может быть вот эта вот толщина в чистом, так скажем так, для заготовки варианте вот я уже обсудил 18 миллиметров. Но не надо не надо спешить так сильно пилить. Лучше, чтобы он был на момент склейки на момент склейки этого пакета лучше, чтобы это был размер 21. Почему? Потому что при изготовлении у вас могут естественным образом произойти какие-то вот здесь вот сдвиги. То есть вы можете сдвинуть здесь, получить, например, ступеньку при склейке. Здесь вниз ступеньку получить. И вот эту ступеньку вам надо будет как-то убирать. Это раз у вас может съесть размер. И второй момент, который кажется, что вот ну я же суперточный, там я все умею делать. Ну конечно, да, это безусловно. Мы все очень точные, но дерево на это есть свой ответ. Вот. И очень часто при выпиливании заготовки из большей заготовки она изгибается. Это касается очень сильно там красного дерева. То есть согнуться там где-то на миллиметр, на длине вот заготовки на грехе, это простое дело очень. И ничего там страшного и плохого нет. То есть, когда вы распиливаете заготовку, вы нарушаете стабильность. распилив, например, ну например, вот даже можно так вот посмотреть, вот как здесь есть. Вот например, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот у нас шесть каких-то вот, грубо говоря, каких-то слоев. Этот тянет туда, там, этот тянет сюда. Вот. И вот они как-то там между собой порешали эти вопросы. Этот туда куда-то тянет. Ну на самом деле, я сейчас не хочу вспоминать, куда там человек куда тянет, потому что при усыхании там мы все знаем, как оно там на самом деле растрескивается. Вот. То, когда мы распиливаем эту заготовку, мы нарушаем вот эту сумму и заготовка несколько немножко изгибается в какую-то сторону. В этом, в этом нет ничего страшного, оно так и останется, если еще не распилить. И вот тут, кстати, интересный момент, который я вам оставлю на домашнее, так сказать, задание. Как вы думаете, вот если после того, как вот видите, вот это мой пакет для шейки грифа, и вот таким образом потом будет выбрано тело, окончательно, окончательно тело, или даже вот так вот, окончательно тело шейки, как вы думаете, в этом, в этом, в этом контексте у нас шейка будет стабильной или все-таки как-то немножечко изогнется. Вот. Хороший вопрос, да? Так вот, возвращаясь к этому 21 миллиметру, я вам предлагаю вот этот пакет клеить где-то примерно на 21, не задумываться ни о чем, просто класть это на ровную поверхность или еще как-то каким-то образом решать просто с одной стороны, чистовой стороны, я сразу определяю примерно, где у меня будет чистовая сторона, это по заготовкам видно, там какой-то дефектик или, например, просто там красивее, текстура, вот, даже вот так вот. У меня, в моем случае, я вот как раз решаю этот вопрос вот как вот в чистом виде, вот как вы видите. То есть я вот слои дерева размещаю вот таким образом. Вот. И конечная, конечная шейка у меня вот будет идти вот какая-то здесь вот кривая линия нарисована, она вот я нарисую еще более ровно и вот так вот. То есть вот такая у меня будет шейка. Для того, чтобы вот эти слои выйдя вот здесь вот на поверхность, что называется, наружу, сформировали красивый рисунок шейки грифа. Вот именно из-за этих соображений я это делаю. То вот, если в заготовке, как я уже говорил, есть некий наклон, если она перпендикулярна, то, соответственно, у вас слои выйдет вот так вот. Это тоже красиво и хорошо, но если слои направить вот так, то если, например, для вот этой области особого значения не имеет, то мне кажется, что вот в этой части образуется такая светлая и такая текстура, так скажем, здесь будет ослаблена. и вот это расстояние будет шире. Соответственно, то есть мы, если здесь мы практически уходим на перпендикуляр к слоям, то здесь мы под углом их подрезаем и увеличиваем ширину. А чем мельче текстура, мне кажется, тем красивее. что касается красного дерева. Вот вы сделали пакет 21 миллиметр, все склеили и теперь у вас полностью есть возможность решать вот момент, что вот у вас очень важная вот эта плоскость, так, на которую потом будет клеиться сюда накладка. вот сюда будет клеиться накладка и вот эта вот плоскость у вас очень важная имеет значение. То есть она должна быть ровная, очень ровная и точно не должно быть там никаких прогибов, потому что эти все прогибы, они будут вам мешать собирать гитару. конечно можно там например скомпенсировать это прогибы, если вы там попали, но лучше вообще это ничего не делать. Почему еще не надо сильно мельчить с шириной вот этих вот половинок, потому что при подгонке вот сюда в этой вставке или вот в середину вы можете снимать материал каким-то образом и вот оставьте себе запас на это. Кстати, в этом контексте вот как раз хороший момент, что вы можете если где-то где-то прокосили уже и начинаете косить, то косите в сторону 12 лада, то есть там у вас 60, там у вас 65, здесь у вас 75, грубо говоря, да, то есть знаете, что если куда-то умешаться, если вам нужно еще куда-то убрать, то убирайте в сторону 12 лада, не ошибитесь это, бывает так вот, кажется, что вот в эту сторону она на самом психологически, да, а на самом деле надо перевернуться, то есть вот на все вот эти подгонки оставляйте себе запас, почему еще этот момент важен, потому что вот эта вставочка, которая сюда вставляется, она здесь все-таки должна идти под 90 градусов, потому что если она здесь будет идти не под 90 градусов, вы соответственно будете сдвигать осевую, то есть если вы захотите потом осевую подсунуть ровно под осевую под накладку, то у вас будет соответственно на шейке середина это сдвинуто, если на шейке получается с середины, то на накладке получается, соответственно, уйдет. Правда, вам подскажу вам правдой момент. Если вдруг у вас что-то под накладкой все-таки не видно, что у вас там происходит. Поэтому, если у вас там в районе... Это, конечно, понятное дело, что все это в районе одного миллиметра, насколько вы там прокосеете, да? Одного миллиметра, то туда-сюда вот этот миллиметр можно выкинуть его наверх, наоборот, под накладку. Спрятать. Но, опять же, заведите себе уголки. Это делается... Подгонка это делается острым рубанком очень хорошо и аккуратно. И приставляете сюда уголочек. 90 градусов такие маленькие есть, классные угольнички. Вот рубанком это выравниваете, эту поверхность уголок, прикладываете, потом складываете шейкой вместе, на просвет смотрите, и, знаете, вот кажется, что тяжело как-то, вы знаете, как-то не очень тяжело. Потому что здесь есть как-то опора для рубанка, он здесь хорошо кладется, хорошо режет, и что-то как-то очень быстро получается. Честно говоря, мне кажется, что тут эта операция проще, чем подгонять деки. Ну и маленькая вкусняшка, наконец, видео. это вот у нас такая вот головка. Вот. И, значит, вы спросите, чем она примечательна? Вот. А я вам сразу задам вопрос, где вы здесь едите склейку? Вот. Ее здесь действительно нету. Здесь ее нету ни здесь, ее нету ни вот тут дальше, нигде. То есть, потому что это грифы Николая Ивановича Ещенко. Он выпилил из большой заготовки сразу такие клюшки. То есть, по-моему, так и назвал их клюшками. Вы выпилите материал на ленте и сразу вот так вот уходите в районе головки вот сюда вот. И получаете сразу вот такую вот заготовку без всякой склейки. Не хотел бы, конечно, критиковать, но все-таки скажу, чем мне немножечко не нравится такая конструкция. Почему? Потому что вот эта классическая наша проблема, системная проблема отламывания головки гитары при падении ее вперед плашмя. То есть, она падает вот в этом направлении падает гитара, головка делает так вот сюда мах. И вот в этом месте по слоям у нас вот так вот вот так по слоям колется головка. Вот в данный момент данная головка может расколоться очень хорошо. То есть, у нее большой вот здесь вот этот запас, вот это вот, у нее очень тоненькое вот это место. У нее, конечно, вот это место участвует во всей прочности. То есть, когда натянуты струны и гитара там живет нормальной жизнью, это безусловно никаких проблем не возникнет. Даже тоньше можно сделать и все выживет. Но если вот именно уронить, и даже в кафре самое удивительное, даже в кафре, потому что в кафре гриф обычно держится где-то в районе там, ниже не хочу опускаться, значит, где-то в районе там пятого, там третьего, там четвертого где-то, где-то в зависимости от футляра. Там стоит такой упор, а вот эта вот вся головка начиная до третьего лада, она как бы висит в воздухе в верхней части футляра. И вот прямо в футляре падает, делает вот этот мах, делает вот получается этот изгиб, соответственно, здесь вот все очень твердое, здесь механика, здесь струны тянут, и мах весь переходит вот в эту область, то есть вся головка начинает гнуться, здесь у нас скачок, скачок напряжения, так как здесь у нас здесь у нас получается начинается толстая накладка, а в этом месте у нас происходит изгибание, и это изгибание приводит к тому, что здесь вот начинает у нас откалываться по слоям, по слоям, так как они здесь у нас красивые и радиальные, и правильные идут, откалываются. Вот, поэтому мне вот кажется, что формировать гриф таким образом имеет изъян. Но я видел это самое в природе еще грифы, которые сформированы естественным образом изгиба дерева. То есть так вот человек, как-то это кленовое, я уже сейчас не помню, где это было, но возможно даже у моего мастера. То есть что-то я помню, что грифы были кленовые, но не помню, у кого это было. Ну вот значит был естественный изгиб слоев дерева, то есть вот так вот, и он использовал этот изгиб и вырезал по нему гриф, и вот получается здесь вот изгиб слои здесь загибались, то есть вот эта проблема вообще не касалась получается этих шеек, не касалась эта проблема. Но однажды мой учитель мне сказал, что незачем ронять гитары, почему я должен делать гитары суперпрочно с учетом того, что вы их будете ронять, а вы должны их не ронять, вы должны на них играть. Поэтому в общем-то возможно, что вот это избегание со стороны гитарного мастера, избегать вот этих моментов, это такой дуть туда, куда дуть не надо. Ну на этом будем прощаться. Следующее видео про каблук и пятку. или верхний клёц вместе, это одна деталь в испанской сборке. А на сегодня всё, не забудьте лайкнуть, ну или дизлайкнуть, говорят. Ну вот я вот не могу вам порекомендовать дизлайк от меня. Я не знаю, это может плохо отразиться на карме. Вот так вот дизлайкните, да, вот меня, а потом вас возьмёт вот и дерево где-то будете пилить, строгать, оно вас возьмёт и дизлайкнуть. Ну тут сейчас должны вот эти штуки всякие там вот эти вот смотрите в других видео, чтобы вот не резать, я вот подожду пока не пройду. Ну и так вот это модно, это чтобы модно было вот такая штука.